Не допустить повторения трагедии. Еще свежи воспоминания о двух страшных событиях прошлой осени. Сначала взрыв газа в Ильинском. Погибли трое. А спустя месяц на улице Минской в областном центре аналогичное ЧП. Его жертвами стали шесть человек. Тогда же было объявлено о тотальных проверках и бескомпромиссном отключении всех потребителей, у кого газовое оборудование устарело или является опасным для эксплуатации. У Татьяны Ивановой газовое отопление отключили в ноябре 2016-го. Котел 70-го года выпуска специалистов поверг в шок. С шестью детьми многодетной маме пришлось успешно покинуть квартиру. Пока котел меняли, жили у родственников. Оборудование 21-го века оказалось компактней. Вылилось это для хозяйки и в дополнительные хлопоты, и в траты. Только он оказался намного меньше размера. Из-за этого пришлось переделывать дымоходную трубу, пробивать стену, выводить газы, которые выходят от котла. 33 тысячи рублей. В такую сумму многодетной семье встала замена газового оборудования. Весной этого года Татьяна, привыкшая считать каждую копейку, узнала о том, что траты могут компенсировать. Губернатор подписал постановление об оказании адресной социальной помощи льготным категориям граждан. И буквально месяц назад Татьяна эту помощь получила – 10 тысяч рублей. О силах, затраченных на сбор бумаг, даже вспоминать не хочет. Ну, когда делали ксерокопии, сделали, фабриковывали дело, сказали, я не знаю, сколько вот в пачке бумаг. Одну треть ушла только на нас, на бумажке. Вот такой пакет документов. Нужны были все свидетельства о рождении, там, усыновлении, там, вот это. Так как дети у меня старшим по 19 лет надо было их с института, если они где-то работают с работы. Их не разрешение, что там, на проверку персональных данных. Вместе с многодетной мамой Татьяной за компенсации в органы соцзащиты обратились не так уж и много граждан. Всего человек 30. В августе губернатор Павел Коньков подписал новое постановление. По поручению главы региона изменен порядок получения компенсации. Сразу возник вопрос, ну, честно признаюсь, бюрократии в том числе. Для того, чтобы эту реальную помощь получить, требовалось огромное количество документов. И вот этим постановлением, которое я подписал 16 числа, резко облегчается вся эта процедура. В департаменте соцзащиты нам пояснили, пакет документов сократился благодаря тому, что расширилась категория получателей. Кроме того, новая редакция предусматривает увеличение порога среднедушевого дохода до полуторной величины прожиточного минимума. То есть на одного человека в семье должно приходиться менее 15 тысяч 73 рублей 50 копеек. Ранее были только льготные категории граждан, имеющих детей. Теперь граждане, воспитывающие детей, если имеется ребеночек в семье, то оказывается данная помощь. И остались неработающие пенсионеры и семьи неработающих пенсионеров, одинокопроживающие. И еще два важных момента. Претендовать на компенсацию могут только жители многоквартирных домов. Кроме того, рекомендации по замене оборудования или отключения газа должны укладываться во временной отрезок от 7 ноября 2016 года до 1 декабря года текущего. Максимальная сумма компенсации 10 тысяч рублей. Но это в том случае, если потрачено больше этого. Если меньше, то и выплата соответственно меньше. Важно помнить, что компенсируют только подтвержденные расходы. А это значит, все квитанции и чеки нужно сохранять. Покупка газового оборудования, как правило, не самая затратная статья расходов. Минимальная стоимость четырехкомфорочной газовой плиты от 8 тысяч рублей. Котла от 11,5 тысяч. Качественную колонку можно приобрести минимум за 6 тысяч рублей. Дороже всего, как практика показывает, не оборудование даже, а именно расценки на его монтаж. Если вдруг в процессе монтажа, вернее, перед монтажом обнаруживаются какие-то недочеты или же несоответствие изначальному газовому проекту, то в этом случае приходится переделывать что-то, то есть приводить к первоначальному виду. То есть вот в этом случае стоимость монтажа увеличивается на порядок. Все о компенсации можно узнать в своем территориальном органе соцзащиты или по телефону горячей линии. Номер вы сейчас видите на своих экранах. Раскошелиться, конечно, придется, но это траты на собственную безопасность. Да есть ли ценник на спокойствие? Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.